В Одессе стреляли в Олега Радковского. Это зампредседателя местного облсовета и глава региональной ячейки всеукраинского объединения Батькивщина. Насколько серьезно пострадал политик и какие версии рассматривают правоохранители сюжет Андрея Анастасова. Центр Одессы, улица Греческая, 8 вечера. Олег Радковский выходит из элитного ресторана, направляется к своему автомобилю на парковке и в этот момент звучат выстрелы. Нападавшие несколько часов ждали его в засаде. Левая часть поясницы была ранена, нижняя и правая рука была в крови. Без глушителя, стреляли с машины и машина сразу же уехала. Радковский личность в Одессе известная. Бывший нардеп, руководитель областной организации Батькивщина и зампредседателя облсовета. Полиция уже установила, злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». В частную клинику, где находится Радковский, журналистов не пускают. Сегодня друзья опубликовали вот это фото, сделанное в больничной палате. Пули из ран в бедре и в области поясницы врачи извлекли. Еще одна пока остается в теле политика. Она находится очень близко к позвоночнику. И для того, чтобы ее изъять аккуратно, без всяких последствий, необходимо было провести дополнительные исследования. Правоохранители разыскивают злоумышленников и выясняют, кому мог перейти дорогу пострадавший. А вот однопартийцы Радковского категорически не согласны с тем, что нападение связано с бизнес-разборками. Хочу вам сразу сказать, что Олег Владимирович бизнесовыми проектами уже не занимается. Это есть не что иное, как политическое событие. В то же время глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, ссылаясь на свои источники, заявил журналистам, что версия о политической подоплеке покушения не рассматривается как основная. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.